Так, ребят, всем привет! В общем, мы сегодня с вами едим мексиканскую еду. Така. Это у нас така, это буррито, это кисадивия. Ой, спасибо. Спасибо. Ребят, давайте начнем. У нас не видите, какая с вами постановка. То есть, все так... Мне кажется, необычно, немножко старомодно стоит. Но ничего страшного. Посмотрите, сейчас я сделаю фокус на еду. Во-первых, это мексиканская еда. Да, мексиканская еда очень вкусная, очень жирная. Вот, я надеюсь, что будет вкусной. Я супер голодная. Ариночка тут лежит рядом со мной. Все, мы начинаем снимать. Ребят, на самом деле настроение дать не умеет. За комментарий под прошлым видео. Сейчас, ладно, расскажу. Давайте все по порядку. Давайте, во-первых, попробуем. Это кисадивия с курицей. Ребят, мне кажется, я даже немножко похожа на мексиканку сегодня. Ой, как вкусно, ребята. Это очень вкусно, посмотрите. Блин. Это очень вкусно. Но почему-то вообще не фокусируется. Фокусировалась? Короче, это очень вкусно. Зай, мама так осела. Начинается вот это 25. Была тишина все время. Короче, ребят. В прошлом видео я сказала, что мне очень жалко детей стало. Я вообще стала понимать, что такое дети. И мне в комментарии пришли люди, которые абсолютно не понимают, что такое дети. Которым лет, мне кажется, 15-16. А то и меньше. Я сейчас буду читать комментарии и прям, ну, просто на них отвечать. Потому что люди пишут, наверное, ждут ответа. Слушайте. Не в обиду животным, но человек – существо разумное в первую очередь. Люди должны понимать, как и откуда берутся дети. Нужно не выбрасывать огромные бабки в места, куда просто плавляют детей. А жестко наказывать тех, кто делает дела, а потом отказываться нести ответственность. Естественно, не считая несчастных случаев. Животные – это животные. Они беззащитнее детей. И для тех, кто безжалостно их выбрасывает, должно быть отдельное место в аду. То есть девушка или парень тут говорит о том, что животные, они более беззащитные, чем дети. Ребят, я, возможно, тоже раньше так думала, я не знаю, но... Блядь. Что-то, подождите, меня просто раздражает такой фокус. С фокусом, ребят, ну такое, если честно, я не понимаю, что. Ну, давайте вот так оставим. Животные не беззащитнее детей. Вы слышите это? Если выбросите котенка или котенка... Ну, даже, давайте так, не вы выбросите. Смотрите, как раз там. Не вы выбросите, а котенок. Ну, кошка, я не знаю, там сбежит, оставит котят. Котята выживут. Котята без кошки выживут. Они будут там есть сверчков. Кого угодно, они выживут. Пойдут на мусорку, что-нибудь найдут. Человеческий детеныш это самое беззащитное существо, которое рождается у млекопитающих. Человеческий детеныш не может ни видеть, ни ходить. Вообще он ничего не может, когда рождается. Он абсолютно беззащитен. Не знаю, посмотрим, что с ракурсом. Он абсолютно беззащитен. Ребят, человеческий детеныш, дай бог, году. Ребят, ребенок только году учится ходить. Котенок уже в год, это самостоятельно взрослая кошка. Или кот, который же могут рожать потомство. Понимаете? А вы мне говорите, что животное самое беззащитное. Второе. Второе. Многие писали, что вот, дети рождаются, дети становятся беспризорниками. Ребят, дети становятся беспризорниками, потому что у них отсутствие социализации. Они бы не становились беспризорниками. Если бы их... Если бы им создавали нормальные условия. Не знаю, я про детдома... Ну, прям загорелась эта идея. И стала смотреть вообще какие отзывы про детдома. И в принципе в Москве хорошие отзывы. Я не знаю, кто их пишет. Но негатива я там вообще не увидела. Негатива я там вообще не увидела. Поэтому, может, мне все так плохо. Слушайте, ребят, у меня была настройка камеры какая-то странная. Я сейчас стоя поменяла, и я не понимаю... Сейчас тоже как-то странно. Ладно, давайте продолжим. В общем, сравнивать вообще животных и людей, это абсолютно тупо. Потому что я понимаю, что мы все... Там я верю в дарвингскую теорию, что эволюция шла. А мы все из океана. Но, ребят, человек, он самый осознанный. И мы не можем просто сравнивать переживания котенка и переживания ребенка. Понимаете? Даже на обезьянах прекратили делать опыты, потому что поняли, что они очень высокоразвитые. Короче. Давайте, ладно, попробуем буррито. Слушайте, сейчас как-то странно, да, вытягиваются пальцы. Это очень странно. Что с камерой? Это буррито мясной. Я не понимаю, что я сделала с камерой. Я поняла. Трудель, что сухо. Слушайте, вообще не понимаю. Ладно. Короче, ребят, относиться к детям, которых бросили родители, и вообще даже не задумываться об этом, это признак, мне кажется, незрелости. И относиться к ним, как к людям второго сорта, тоже признак незрелости, потому что они ваши братья, фактически. Понимаете, они с вами один вид, один и тот же вид. Ну, почему-то человек часто к своему виду относится к другим людям, я имею в виду. Он очень наплевательский и считает, что он единственный, самый такой, один неповторимый, а все остальные это просто какие-то там выродки. Но это не так. И нужно больше проявлять уважение и сочувствие к другим. Понимаете? Тогда общество будет более доброе. Попробуем давайте вот этот вот так. Я, кстати, мне кажется, ни разу не ела так. Слушай, обойдено, вкусно. Кто мне писал, Катя, хватит есть роллы. Спасибо вам, ребят, это всего благодаря вам. Все, давайте еще почитаем. Кто-то еще писал, у тебя после родов вообще мозг отключился. Ребят, из чего такие выводы? Да, пишите, пожалуйста, если пишите такой комментарий, пишите развернуто. Что конкретно не понравилось, возможно, именно на ваш комментарий я отвечу в следующем видео. Обалденно. Ну, это еще писали. Вот. Типа, животных государство не содержит, а детей содержит. Ребят, хочу вам напомнить, что вот такое отношение, да, что это дело государства, это не наше дело. Это уже заведомо провал. Типа, вы думаете, что о каких-то проблемных моментах позаботится государство о вас, как ваш родитель. Ребят, вы должны брать ответственность в первую очередь за свою жизнь. И если вас беспокоят какие-то моменты, то брать и делать. А не говорить, что вот, это государство, да это же, это уже все профинансировано. Нам до этого нет дела. Ребят, так не работает. Вы знаете, что всегда не хватает рук, всегда не хватает добрых людей. Короче, ребята, моя основная мысль. Животным, безусловно, надо помогать. Я сама взяла кошку с улицы, чарлика. Я обожаю животных. Париотически скидываю там деньги животным. Но все-таки я считаю неправильно в один ряд ставить детей с животными. И еще детей ставить ниже, чем животных. Если вы любите животных, то вы должны любить человека, потому что человек тоже животное. А если вы такие, типа, человека я не люблю, человеческого детеныша я не люблю, а вот котят я люблю. Ребят, это проблема с головой, понимаете? Это социофобия или что-то в этом духе. Им нужна только семья. Господи, а ты собралась помочь деткам в детском доме, им нужно только семья и больше ничего. Некоторые дети не хотят, чтобы их забирали в семьи. Твоя помощь никому не нужна. Ребят, окей, моя помощь может быть особо никому не нужна, но я хотя бы задумалась об этом, что мне хотелось бы им помочь. Понимаете? А не то, что, ой, твоя помощь никому не нужна. А вы узнавали, нужна моя помощь, не нужна моя помощь. Я ещё, во-первых, никак не помогла, к сожалению, потому что у меня маленький ребёнок. Но я бы очень хотела помочь. И мне кажется, вообще, знаете, высшая вообще цель человеческого, ну, не знаю, человеческой доброты, наверное, когда семья берёт ребёнка из детского дома. Ммм, очень скучно. Потому что... Ну, это огромные проблемы. Когда ты берёшь ребёнка из детского дома, это надо с психологом заниматься. Это травмированные дети. Особенно, кто берёт детей старшего возраста. Это для меня вообще... У меня была знакомая, которая взяла ребёнка из детского дома, мальчика. Ему было 7 лет. Он вот пошёл в первый класс с новой семьёй. И он уже был отказник, то есть его брали и возвращали в детский дом. И вот женщина его взяла, и всё, насколько я знаю, хорошо. Но сложности были поначалу, и очень большие были сложности. Так, это соус сальс. Это говядина, это курица. В общем, у меня, если честно, такое отношение к детям, с вашей стороны, немного пугает. Ну, хотя вы не знаете, у меня у самой, может быть, было такое отношение к детям лет в 16. Типа, да, но у детям, да, фу. Ну, ребят, когда вы взрослеете, особенно когда у вас появляются дети, вы меняете вообще взгляд на эти вещи, потому что дети, правда, очень беззащитны и требуют просто 100% твоего внимания. И без этого они не могут хорошо развиваться, понимаете? Их психика не может развиваться, если не удовлетворять их потребности, которые необходимы. Дети в детдоме даже не плачут. Потому что они выплакались, и они понимают, что к ним никто не приходит. И это, понимаете, безнадежно. То есть я смотрела, как дети, которые из обычных семей играют, там собирают пирамидку. И как собирают дети пирамидку из детдома. То есть ребенок из детдома постоянно озирается на взрослых вокруг, как будто бы ищет, кто может его забрать, понимаете? И не играет. А обычный ребенок из обычной семьи, он играет. А, на секундочку, для детей основное развитие через игру идет. И ребенок, который в детдоме, он не может полноценно развиваться. И от этого потом возникают проблемы. И что тут можно сделать, я не знаю. Конечно, вы говорите, тебя на всех не хватит. Лучше вообще типа не помогать. Тебя же на всех не хватит. Но это абсолютно тупость какая-то. Даже если ты помог одному человеку, одному человеку, ты уже сделал очень много. Не надо, знаете, девочки, с холодным сердцем проходить там мимо людей, которые нуждаются в помощи. И думать, да их же с тысячи этих людей. Это абсолютно, знаете, такая позиция. Ну, я не буду говорить плохие слова, но позиция очень плохая. Потому что, девочки, вы вспомните, когда вам плохо и когда вам больно. И кто-то может пройти мимо вас, подумав, да таких, как она, и как вам с этим? С таким отношением нельзя жить. Это отношение очень наплевательское к себе в первую очередь. Потому что, если ты позволяешь так к другим относиться, значит, ты позволяешь так относиться и к себе. Короче. Вы поняли. Тоже кто-то написал, спать рядом с мамой неестественно. Ребята, почему неестественно? Все животные почему-то спят вместе и рядом. Почему спать рядом с мамой неестественно ребенку, я не знаю. Правда. Я тоже говорила, что это очень опасно. Я, правда, боялась спать рядом с ребенком. Но, ребята, так получилось, что я пару раз поспала рядом с ребенком и поняла, что все окей. Кто спит рядом с ребенком? Поставьте плюсик в комментариях. С товорожденным, ребят, с маленьким. В роддоме я не спала. Но, вы знаете как, я первое время не спала с ней рядом, и я вообще не спала. Я всю ночь только бритье и качала сидела. Поэтому, давайте вы не будете говорить, вот если у вас не было детей, что, типа, это неестественно. Я то, что говорила, родила, делаю по-другому. Понимаете? Все. Просто и вот комментарий первый, который прочитала, девушки его лайкают. Ну, я просто не понимаю, что вы лайкаете. И все пишут, что вот детдомам помогают государству. Но я считаю, что это, ну, как бы отмазка для всех, кто просто не хочет этим заниматься. Кисадири вкусно. Бурить так 50 на 50. Так, кстати, ну вкусный. Вот очень вкусный вот этот. Место называется Така Ленд. Ребят, все за свои деньги. Поэтому с вас лайк, подписка, буду рада. Ну, вот девушка пишет, что она меня поддержит теми детдомами. И, знаете, вот, ну, правда, в этом нет ничего такого, что, если ты хочешь помогать, там, детям, то ты должен, типа, не любить собак. Нет. Это, если ты любишь животных по-настоящему, то ты должен и людей любить по-настоящему. You know? Пишите в комментариях, согласны вы со мной или нет. Ребята, ну, первая часть видео, где я снимаю, конечно, вот так полстала, это трэш. Сейчас такой широкий угол. В общем, вот так. Я, честно, не ожидаю иногда какие-то темы. Вот я просто сказала, да? Своё, ну, своё чувство, своё. Чш-чш-чш-чш. А людей это как-то так взрывает. Непонятно. Почему? Буррито меньше всего понравилось. Оно какое-то, знаете, не очень. Советуйте садилию, а потом уж така. Буррито не. Ну, а ваш такой толстый. Саша швест. Он такой любит. Мне, кстати, ещё одни садилию, прислали в подарок. Там в подарок идёт заказ от 2000. Но я понимаю, да, что девушка пишет, что... Вы поймите, что приюты, они не содержатся государством. Да, это всё понятно. Или всё понятно, тоже это грустно. Что у нас так много бездомных животных. Сейчас, мне кажется, меньше, на самом деле, да, становится. Или раньше просто не было приютов, и все бездомные животные были на улице. Ну, в Москве вот нет вообще бездомных животных практически. Ну, кто есть, тех сразу как бы пытаются спасать. Но я думаю, что в регионах, ну, как раньше, было куча там кошек, собак на улице, так и есть. Знаете, как в мультике? Кто смотрел? Блин. Брать с Чарликом, с породиками, как Чарлик фильм. В общем, там их забрали в приют. Вообще, всегда в мультиках так показывается, что собаки недовольны, что их забирают в приют. Ну, понятно, допустим, в Сочи, в Краснодарском крае там собакам... Ну, как бы, понятно, они там блохастые, но, тем не менее, мне кажется, им на улице нормально, потому что там море, там много туристов, отдыхающих, их кормят. По-моему, как-то за ними ухаживает даже город. Там их просто куча. Очень вкусный соус. Просто, знаете, немножечко мне прибесило это. А что, какой-то вот просто хейт поднимается необоснованный. Ко мне вчера Маша приезжала. Ко мне вчера приезжала Маша, и она мне говорит, Катя, ты видела, как там, типа, под видео? Я говорю, нет, я не захожу, типа, не смотрела. И вот сейчас зашла, посмотрела. Девушка пишет, что у нее получилось вот переложить в кроватку. Но я думаю, что мы тоже сейчас будем перекладываться в кроватку. У каждого вообще свой путь, ребят. И не каждый делает так, как делает. Кто-то спит в кроватке, кто-то вообще с рождения в отдельную комнату перекладывает. Ну, понимаете, да? У каждого абсолютно... У каждой семьи свои правила и установки, устои. Каждый делает так, как делает. Поэтому тут нет, как правильно, как неправильно. Вы должны делать так, как вам удобно и комфортно. И тогда все будет хорошо. Тогда вы будете довольны и счастливы. По поводу, кстати, сна в отдельной комнате. Я думала, что Арину я буду сразу укладывать в отдельную комнату. Но, ребята, у нас был такой случай. Это был просто трэш. Мы только ее забрали из роддома. Мы только приехали. И буквально на третий день мы спим, ночь. Она в своей кроватке. Она начинает кашлять и плакать. И, знаете, ну, как бы издыхается. То есть она орет, а не может вдохнуть. Вдыхая через рот, пытается выдохнуть. Не может выдохнуть через нос. В общем, дело все в том, что у нее пошла отрыжка через нос. Заблокировались ходы носовые. И все. Она стала задыхаться. И если бы она была в отдельной комнате, я бы не среагировала, не услышала. Это могло закончиться очень плохо. Я даже думаю, что тут, может быть, и радионяня могла бы не помочь. Потому что ребенок мог бы, в принципе, не суметь проплакаться. И, наверное, можно было услышать только вошками каким-то, что что-то происходит. Что он мог бы не смочь проораться. Но она хорошо, что она как бы орала. Вот. И, ну, в общем, я сразу, знаете, ее стало вертикально. Ну, как бы, ну, пытаюсь, знаете, помочь ей как-то выперхнуться. А я не понимала, что еще у нее через нос пошло срыгивание. И я не понимаю, что происходит. Я выживаю Сашу. Говорю, Саша, 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 вызывай срочную скорую. Я говорю, что она не может дышать. Мы вызвали скорую. И в роддоме ей капали, знаете, капельки в нос. У детей, когда они рождаются, у них сухость в носу сильная. И дыхание затруднено бывает. И вот ей капали називин детский. И я в этот момент подумала, что, возможно, у нее пошла мокрота. Ну, срыгивание через нос. И что нам нужен називин. Потому что я пыталась, ребята, отсосать. Из носа ничего не выходило. И Саша побежал в аптеку. Все это время Арина, то есть она пару раз прокричит. Вдохнет через рот. И пытается выдохнуть через нос. У нее не получается. И она в шоке. Она как будто вздыхается. И опять потом начинает пару криков. И опять пытается через нос. В общем, это ужасно. Я уже ее тут и на животик положила. И все. И пытаюсь высыпать. Пытаюсь уже выйдуть это ей туда-обратно. Ну, ни в какую вообще ничего не помогало. И вот он сбегал в аптеку ночью. Пришел, закапал. И потом уже только приехала скорая. То есть это было минут 15. Я с ней как-то пыталась ее реанимировать. Ну, как бы все хорошо. Закончилась. И после этого раза я очень к ней внимательно. Когда она спит, я не оставляю ее одну в комнате. Ну, то есть я могу, знаете, там отойти куда-то, что-то сделать. Там, не знаю, в туалет, там кофе попить. Но я все равно рядом. И слышу, подхожу, смотрю, как она спит. Поэтому будьте своими малышами внимательны. Особенно вот в первые дни, в первые недели. Потому что они, правда, еще совсем маленькие. Вот. И тогда она у меня лежала на спине в кроватке. То есть она лежала на спине и, видимо, не смогла вот это вычесть через рот. Если бы она лежала на боку, возможно, бы этого и не было. Но, ребят, она лежала на спине, а головка у нее была повернута в бок. То есть, в принципе, эта поза для сна разрешенная. Но после этого случая я ее выкладываю спать только на бок. И я буду так выкладывать до того момента, пока она не научится переворачиваться. Вот так. Вот поэтому будьте внимательны. И не спешите, знаете, от ребенка отсоединиться. Но я думаю, что любая мать, ну, как бы, переживает на уровне базовых инстинктов. И, ну, там, ребенка в первые, там, дни в отдельную комнату точно не будет селить. В Америке это часто, допустим, практика. Сразу в отдельную комнату. У нас есть отдельная комната, но я понимаю, что она еще не совсем маленькая. И после того случая я просто боюсь. После полугода, наверное, уже можно. После полугода, ближе к году. Но я тоже раньше, знаете, этого не понимала. И думала, что я сразу там в отдельную комнату, и все, у меня будет моя спокойная, обычная жизнь. Но нет, тут все же, знаете, безопасность и комфорт, и ваш, и ребенка, он важен. Я не хочу, чтобы она орала, знаете, ночами. Мне важно ее спокойствие, что ее мир, он к ней отзывчив, он приятен, он добрый. Там, мы пытаемся ей как-то помочь и успокоить, чтобы она не плакала. И в основном она, в принципе, у нас не сильно плачет. Ребята, я наелась. Короче, будьте добрее к детям, к чужим детям. К людям в целом. Потому что, если вы будете добрее, то окружающие тоже будут добрее. А нам это сейчас очень важно и нужно, чтобы все были понимающими, добрыми. И так очень плохие вещи происходят ежедневно. Что там еще по комментариям? Все, и я просто топ. Просто топ. Лучше. Вроде адекватно казалось, но роды не пошли тебе на пользу. Зай, можешь спокойно отписываться, реально. Господи, чем-то помоем, короче. Где дома государства задержат, вы как темные, ей-богу. Зай, вот возьми, знаешь, подъезд свой помой. И, знаешь, соседям на пике пирожков. Сделать что-нибудь сама, короче, для других людей. А не то, что все государство. Поэтому, понимаете, у нас так и дворы выглядят. Потому что никто ничего не хочет делать для общества. Все думают, что за него кто-то что-то сделает. Ребята, вы поймите, я сама ничего не делаю. Но я это признаю хотя бы. Это уже шаг. Понимаете? Признать свою неправоту. Понять, как можно быть лучше. Это уже шаг. А быть абсолютно уверенным в своей какой-то вот идее. Это странно. Всегда есть чужое мнение, которое может быть правильным, неправильным. Вы тоже высказываете свое мнение. Я, в принципе, вот высказываю свое. Вы имеете право на свое мнение. Я имею право на свое мнение. Мы все люди. Мир не перевернулся, да, что у нас с вами разные мнения. Просто я вам высказываю свою точку зрения. Вы наверняка сейчас в комментариях напишите, что я супер неправа. Давайте дискутировать. Но я все-таки считаю, что нужно быть добрыми и к детям, и к людям, и к животным, и к соседям. Вот так. Короче. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Я фанатка тако. Ой, кисадири. Просто я фанатка. Там какой-то соус супер майонезный. Она записывала в мукбанк. Кстати, все было очень красиво упаковано. Такие пакеты. Все, ребят, я пошла. Всем пока.